всем привет ребят с вами константин лазарев вы смотрите мой канал лазарев tactical кто бы мог подумать но самоизоляция все-таки оказалось немножко слегка так слегка полезной поскольку сами понимаете сейчас никакие съемки проводить нельзя ну все закрыто все запрещено я решил что пора уже доставать так тяжелую артиллерию и поднял свои видеоархивы которые у меня есть в которых нашел для вас кое-какие интересные материалы в частности оказалось что если вы помните в 2018 году мы ездили совместно со съемочной группой телеканал оружие на выставку в германии ива и вот оттуда осталось достаточно много материалов которые не были опубликованы потому что там не было времени как бы да они вроде как потеряли актуальность потому что там 18 год вроде выставка новости да но в связи с тем там оказалось много достаточно интересных изделий в частности образцов вооружения про которые мы материал записали но у меня так руки не дошли его опубликовать а потом закрутился новые материалы. Так вот, я решил, что пока новых материалов нет, то вот самое время как раз опубликовать, когда-то не опубликовано. И сегодня я предлагаю вашему вниманию первый такой материал. Мы записывали интервью на стенде компании Beretta, знаменитый итальянский производитель. Вот мы сейчас, так говоря, им как раз помогаем. И там мне рассказали достаточно интересный случай про новую винтовку Beretta RX 160. Интересный случай, который, как ни странно, произошел с ней в России. Ну и плюс несколько слов представитель компании расскажет, что же это за образец вооружения такое вообще. Мы привозили данные модели на выставку Интерполитех. И приходили различные люди, к сожалению, не знаем их должностей, потому что там особо никто у нас никогда не афиширует этим. Приходили спецы, которые прям очень нахваливали ружье, играли с ним, прицеливались. Им нравилось, что с этим ружьем можно делать все, что угодно. И здесь уже готовый из коробки у тебя вариант. Им же приходилось с теми ружьями, которыми они оперировали, над ними работать, да, укомплектовывать, тюнинговать и так далее. Но была интересная история. Я разговаривал с очень взрослым дядькой, представительный, высокий, явно какой-то важный человек. Ему понравилось ружье, но когда он узнал его цену, он сказал «Не-е-е, такое не пойдет». Я говорю «Почему?» Он говорит «Ну мне, говорит, проще взять солдата, на него 50 калашей навесить. Что-то не так, осечка, выкинул ружье». Что-то не так, выкинул, достал другое. Поэтому, собственно говоря, для нас это не очень прижилось. Но, возможно, спецслужбы, опять же, заинтересуются. Хотя, может быть, мы об этом никогда не узнаем. Но, в любом случае, это хорошая, качественная вещь, которая пользуется большой популярностью. В руках у меня сейчас ARX-160. Это модель современная. В данном случае у нас здесь гражданская версия. Это 2.2 LR, соответственно, стреляет полуавтоматом. А военная версия, калибры бывают разные. Самый популярный, конечно, 7.62 на 39 тоже присутствует. И, что интересно, магазин от АК подходит и сюда тоже. Данное ружье, чем интересно? Оно имеет модульную конструкцию, что позволяет очень удобно пользоваться им во многих условиях. В частности, у нас здесь есть лапка затвора, которая меняет свое положение. Это очень удобно для военных с той причиной, что проводили некие исследования, когда стрельба идет, например, из автомобиля, то зачастую горячая гильза воспринимается солдатом как ранение. А если горячая гильза попадает на водителя, например, то он воспринимает это как ранение и происходит автокатастрофа на дороге, при том, где можно было этого избежать. За счет этого ты быстро можешь поменять выброс гильзы, опять же, с пристрельбы и из укрытия, чтобы тебе удобнее было, чтобы в лицо тебе не попадало. Кроме того, по модуле конструкции, мы видим, здесь везде у нас есть планки, можно навесить все, что угодно. У нас здесь снимается УСМ. За счет этого можно поменять калибр на ружье, то есть поставить УСМ от другого калибра, поменять ствол, вытащить, поставить другой, и у нас получается ружье с другим калибром. Кроме того, здесь бывают стволы более длинные, более короткие. Из ружья можно сделать легкую снайперскую винтовку, можно поставить сюда круглые барабаны, соответственно, с большим количеством патронов, и у вас будет легкий пулемет. Складывающийся приклад, но это все стандартные истории. В ружьях такого класса это уже достаточно популярная история. Ружье себя хорошо зарекомендовало, используется итальянскими карабинерами, военными, и также еще присутствует на некоторых других рынках. Надеюсь, вам понравилось это видео, я надеюсь, что вам было интересно. Если хотите еще видео с выставки Ива, напишите обязательно об этом в комментариях. У меня в загашнике есть еще несколько интересных моделей со стенда Хеклер Кох. Кстати говоря, один очень интересный пистолет у них там есть. Барретт, брюги Энтоме, ну, можно еще там что-то поискать. В общем, обязательно напишите в комментариях, как вам данный видос и что хотите еще увидеть. Конечно же, как всегда, ставим лайки и делимся этим видео. А на сегодня это все. Я напоминаю, что с вами был Константин Лазарев и вы смотрели мой канал Лазарев Тактикл. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok